Мир из кусочков ткани. В Ивановском областном художественном музее состоялось торжественное открытие 11-го фестиваля декоративного прикладного искусства «Лоскутная мозаика России». За последние годы фестиваль достиг всероссийского уровня. Задача фестиваля не только экспертной оценки существующих мастеров России, но также и приобщение всего населения города и области к этому виду декоративного прикладного жанра. То есть мы стараемся сделать так, чтобы это искусство максимально популяризировать среди населения. На фестивале представлено более 400 работ от 250 мастеров со всех уголков России. Изделия, участвующие в конкурсе, традиционно объединены в один масштабный выставочный проект – «Искусство современного шитья». Выставку представляют на шести площадках области. Оценивает мастерство «Лоскутниц» квалифицированные жюри, в которые входят специалисты Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея, Государственного Российского дома народного творчества. Первый отбор на конкурс, признаются искусствоведы, выдался сложным. «Это была очень серьезная работа, а самое главное, что люди, которые приходили на выставку, хотели услышать, что не так. Вот если что-то не так, и мы говорим, что вот мы отклоняем работу, потому что композиция недостаточно, в цвете плохо, не скомпонована, нету идеи. И люди слушали, подходили и благодарили». Лучшими работами становятся те, в которых соблюдена грань традиций, инноваций. В текстильном полотне должен быть сюжет, оценивается качество работы техника, цветовое исполнение. О неровных стишках тут речи не идет. Все работы по-своему идеальны. «Лоскутное шитье сегодня – это настоящая область, где могут проявить себя и любители, и профессионалы текстиля. И этим интересен наш фестиваль, потому что здесь есть место всем». Удивительно, но здесь представлены даже детские работы. А среди лоскутных панно и пестрых текстильных картин можно увидеть объемные изделия. В последнее время мастерицы стремятся сделать картины в стиле 3D. «Уровень растет. Бывали в фестивале, где в два раза больше было вещей, но качество этих вещей значительно выросло. Это вы увидите по тому количеству лауреатов, которые будут представлены. Я не говорю о трех гран-при, которые всегда бывают». Закрытие фестиваля назначено на 15 июля. Предполагается, что в парке имени Степанова в этот день развернется большая ярмарка с мастер-классами. Тогда же жюри и назовет победителей. Лучшие работы в сентябре отправят в Москву на конкурсную выставку международного уровня. Мария Попова, Андрей Синеволков, РТВ Иваново.